Кто лучше всех знает основы безопасности и жизнедеятельности? Это выясняют на школьной олимпиаде в Азбесте. В ней принимает участие 91 ученик. Как говорят преподаватели, такое мероприятие проходит каждый год. И ребятам есть за что побороться. Победители муниципального этапа, это обычно где-то 10-12 человек, они смогут посоревноваться уже в области, на региональном этапе. И если там станут победителями, поедут на Россию. Олимпиада проходит в два этапа. В первом ребята отвечают на теоретические вопросы. А вот во втором нужно применить их на практике. Нужно среагировать в якобы чрезвычайной ситуации. Кто-то принимает участие в олимпиаде не первый год, но в этот раз задания удивляют. Сегодня на олимпиаде одно из заданий было разобрать и собрать автомат. Я еще так задания сама не делала, но я попробовала. Но это достаточно необычно, непривычно. В принципе, не так уж и сложно, если делать это несколько раз. Но вот в первый раз сложновато бывает. А для других практически этап оказался несложным. Но без теории нет практики, поэтому олимпиада по ОБЖ не так проста, как кажется, говорят участники. Нужно знать немалое количество теорий, нужно подготовиться к некоторым физическим тестам, например, тот же автомат Калашникова. Ребятам понравилась олимпиада, ведь она проходит не так, как по остальным предметам. Здесь можно показать свои знания на деле. Елизавета Наконечникова, Екатерина Кузнецова, Интера ТВ.